В эфире новости ЮРГУ. О том, что происходит в нашем университете и за его пределами, мы расскажем прямо сейчас. В студии Анастасия Щетинина. Здравствуйте! В нашем университете прошла 7-я Всероссийская научная конференция с международным участием «Психология в меняющемся мире. Проблемы, гипотезы, перспективы». В Южноуральском государственном университете прошла 7-я Всероссийская конференция с международным участием «Психология в меняющемся мире. Проблемы, гипотезы, перспективы». Более 100 представителей из 4 стран и 11 городов России обсудили актуальные вопросы в области психологии. Запасы психологических знаний, которые получают выпускники, окончившие факультеты психологии, зачастую бывает недостаточно, поскольку развивается как теория, так и практика. В этом плане, конечно, взаимодействие теории и практики, решение научно-практических задач посредством общения, которое организуется в ходе научных конференций, является очень важным. Молодые исследователи разобрали проблемы современного человека, депрессию, психологическое благополучие и жизнестойкость личности, стрессоустойчивость, стресс и тревожность у студентов, а также комплексы молодежи 21 века. Объемный пласт работ был связан с новыми состояниями человека, вызванными пандемией коронавируса. Мой доклад был посвящен исследованию эмоционального интеллекта как фактору совладания со стрессом у студентов медицинского вуза в период пандемии COVID-19. Для исследования мы собрали выборку студентов медицинского вуза для того, чтобы определить, помогает ли студентам медицинского вуза эмоциональный интеллект в совладании с возникающим стрессом. Мы посчитали, что этого стресса в жизни студентов медицинского вуза более чем достаточно и было принято такое решение провести такое исследование. Молодые ученые из Белоруссии, Казахстана, Донецка, а также университетов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска ответили на вопросы аудитории, а также выслушали замечания и пожелания деятелей науки ведущих вузов страны. В будущее планируется большое исследование. Связано оно было на тему невротических больных, которые имеют суицидальные риски. То есть наше исследование является первым, которое использует нейронные сети для прогнозирования суицидального риска. Таких методик нет и они не могут выдать такие данные, как одиночество, жизнедеятельность, ценность семьи, которые выдают нейронные сети. Для студентов конференция стала шансом опубликоваться в научном журнале. Все материалы, а это 50 статей, которые представили исследователи на конференции, войдут в единый сборник, индексируемый в РИНЦ. Стартап-студия ЮРГУ начинающие предприниматели представили результаты своей работы и презентовали инновационные решения. В университетской точке кипения ЮРГУ прошел демо-дэй стартап-студии, на котором состоялась питч-сессия, где участники представили результаты своих работ. Проект стартовал 12 марта. Во время обучения студенты получили необходимую информацию по развитию собственных проектов. С приветственным словом выступил ректор ЮРГУ Александр Шестаков. Вот этим проектом хотели начать вот это движение в поддержке идеи комменцируемых наших студентов. Мы пригласили лучшую команду тренеров. Это команда Московского физико-технического института, которая работала с нашими студентами в течение двух месяцев. И вот сегодня финальная часть мы будем слушать проекты. Они уже начались. И эти проекты ребята готовят к тому, чтобы комменциализовать. Поэтому мы даем возможность этим ребятам поработать с людьми, которые имеют опыт, которые знают, как это делать. Это все финансирует у нас все. В течение восьми недель начинающие предприниматели посетили тренинги и вебинары. Узнали, как развивать продукт, изучать своего клиента, продажи и другое. Также студенты ЮРГУ имели возможность еженедельно встречаться с трекерами и вести работу с экспертами. Видно, что некоторые проекты немножко засомневались в своей идее, и это хорошо. То есть они увидели свой продукт с другой стороны и теперь решают, что с этим делать. Либо продолжать немножко по-другому, зарабатывать деньги, допустим, на этом выменять продукт, либо вообще заканчивать. Это нормально, это и задача таких проектов – ускорять развитие, если надо, закрывать проекты. А для кого-то эта программа послужила подтверждением, что нужно продолжать дальше двигаться. Татьяна Серебренникова создала программную платформу для подбора парфюма. Как отметила девушка, стартап-студия ЮРГУ помогла ей посмотреть на свою идею с разных сторон, услышать мнение экспертов и увидеть точки роста, которые помогут развивать идею в дальнейшем. На начальном этапе мы сейчас реализуем чат-бот в Телеграм для проверки нашей гипотезы, потому что это малозатратный этап работы, который мы можем реализовать в короткий срок. После этого этапа мы будем реализовывать веб-приложение, на основе которого уже мы будем продавать этот продукт и сможем его внедрять в сервисы парфюмерных магазинов и парфюмерных брендов. Проект «Туман и вычислительная платформа» представил студент нашего вуза Андрея Сташов. Задача проекта – создание цифровых двойников для промышленных предприятий. Стартап-студента заинтересовал сельскохозяйственное предприятие. Сейчас вместе они подготавливают проект и документы о сотрудничестве. На самом деле впечатления абсолютно исключительно положительные за счет того, что проект у меня находился в стадии реализации MVP, то есть реализации базового функционала. И те возможности, которые предоставила стартап-студия, это и поддержка менторов, это и, в общем-то, и прямые разговоры со специалистами, то есть в неформальном общении и какие-то связи, контакты, с помощью которых я смог быстро, практически беспрепятственно попасть на предприятие и в коллегиальном совете уже презентовать свою идею, крайне помогли. Я очень рад, что появились такие возможности. Отметим, что стартап-студия реализуется Южноуральским государственным университетом при содействии венчурной компании «Старттех» и выпускника ЮРГУ Александра Стрункина. Наш университет посетил четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов. На базе Института спорта, туризма и сервиса он провел мастер-классы со спортсменами детско-юношеских школ Челябинска. В бассейне Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ прошел мастер-класс по плаванию от спортсмена Александра Попова. Четырехкратный олимпийский чемпион провел урок для учеников детско-юношеских школ Челябинска, где поделился своим опытом и техникой. Спорт нужен как средство достижения интеллектуальных результатов. Надо уметь терпеть, надо уметь добиваться, достигать чего-то одного результата, потом второго, потом третьего. Это формирование характера. Поэтому со всех сторон спорт – это очень важная составляющая жизни университета. Александр Попов имеет четыре олимпийских золота, шесть раз становился чемпионом мира и 21 раз чемпионом Европы. По его словам, мастер-класс больше ориентирован на спортивных тренеров, с которыми плавец в процессе встречи и поделился опытом. В плавании очень много нюансов, которые нужно отдавать детям, чтобы выводить на определенную высоту подготовки. Для того, чтобы у нас плавание не только зациклилось на мастерах спорта, а пошли дальше. Это мастера международного класса выше-выше. Это система. И эта работа достаточно непростая и долгая. Александр Попов разобрал и отработал технику плавания стрелочка и ныряния дельфинчиком с юными спортсменами. После чего сам зашел в воду и показал упражнение наглядно. По словам чемпиона, важно, чтобы спортсмен слышал указания тренера, мог проанализировать их и перевести в движение. Я вообще могу сказать, что спортсмены стали более физически развитыми. Почему? Потому что сейчас полностью изменилась культура тренировки в зале. Она стала, наверное, на два порядка выше, чем была в наше время. Сейчас тренировки в зале выделяются отдельное время, это отдельная тренировка. Если у нас это было совмещение, сначала зал, потом плавание, то сейчас тренировка в зале вынесена в отдельную тренировку. И поэтому эффект вот такой. Ребята стали более атлетичные, более силовые. Ну и, соответственно, результаты тоже не заставили себя долго ждать. Как отметил Александр Попов, бассейн «Истис Юргу» – это современная площадка, отвечающая всем требованиям олимпийского стандарта. За главный трофей 89-й легкоатлетической эстафеты бронзового бегуна боролись сборные команды вузов, спортивных клубов, предприятий, детских спортивных школ Челябинской области. Абсолютным чемпионом среди смешанных команд в этом году стала команда Южноуральского государственного университета. Ее участник пересек финишную прямую с отрывом в одну секунду от команды соперника. О том, как проходила борьба за победу, рассказал тренер эстафетной команды Юргу Семен Князев. Ну вообще эстафета складывалась по нашему сценарию, можно так сказать. Мы вначале, нам удалось сделать большой отрыв, мы оторвались там примерно 10 секунд от лидеров. Ну такой план и был, чтобы сначала оторваться, а потом уже этот отрыв стараться как можно дольше держать. Что в принципе получилось, но постепенно отрыв таял и дошло до последней секунды до одной, в итоге оставшейся. Ну для победы достаточно и одной секунды. Из года в год бронзовый бегун передается команде победителю, чей участник первым приходит к финишу. Последний раз Юргу становился обладателем главного приза в 2019 году, а до этого только в 1972 году. Я бежал 14 этап, к этому моменту наша команда уже вела с хорошим отрывом. Моей задачей было удержать этот отрыв, может быть немножечко увеличить. Этап должен был быть 350 метров, но на деле он оказался несколько длиннее, там около 100 метров дополнительных. Пришлось перестраивать стратегию прямо по ходу, но в целом все прошло как задумано. Защитить честь вуза на старт городской эстафеты вышли 16 спортсменов, 6 девушек и 10 юношей. Участники признаются, что именно благодаря командному духу и грамотному наставлению тренеров им удалось выложиться на дистанции в полную силу и вернуть бронзового бегуна в Юргу. На площади революции состоялось торжественное шествие в честь праздника Великой Победы. По главной улице города маршем прошли и слушатели военного учебного центра Юргу. Парад Победы, бессмертный полк и праздничный салют. В России и странах СНГ отмечают День Победы. Ровно 77 лет назад советский народ одержал Победу в Великой Отечественной войне. 1418 дней наши прадеды боролись за жизнь, свободу и счастливое будущее. Сегодня в Челябинске на площади революции тысячи людей собрались, чтобы сказать «Мы помним и не забудем никогда». В честь 77-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне утром на Аллее Славы прошло торжественное возложение венков к вечному огню. В церемонии приняли участие губернатор Алексей Текстер, члены правительства Челябинской области, военные. После на площади революции состоялось торжественное шествие в честь праздника Великой Победы. По главной улице города прошли офицеры, кадеты, ветераны, кинологи и многие другие. В построении гарнизона приняли участие около 2000 военнослужащих. Это была очень трудная победа. 27 миллионов погибших в нашей стране. Ни одна страна за победу столько не платила. Во-вторых, это была победа, когда страна была на грани выживания. Ее могло и не быть. Это очень важная победа с этой точки зрения. И третье, это очень важно, чтобы дальше мы тоже были способны стоять за себя, стоять за свою страну. Среди участников парада были и слушатели военного учебного центра ЮРГУ. В этом году студенты в 17-й раз участвуют в параде Победы. По словам начальника военного учебного центра Николая Карпова, тренировки стартовали с середины марта. А весь апрель студенты оттачивали свое мастерство. Мы стали гвоздем программы. Если посчитать по количеству участников военного учебного центра, у нас только чувак уж может сравниться. У нас вымпольная группа, у нас две коробки. В прошлом году было три коробки, в позапрошлом четыре коробки было. И вот так вот постоянно мы увеличивали, это уменьшаем в зависимости от наличия курсантов. Особенностью Челябинского парада Победы стала демонстрация исторической боевой техники. На парад вышло около 40 единиц техники времен Великой Отечественной войны, в том числе танки Т-34 и ИС-3, самоходная артиллерийская установка ИСУ-152. После парада на площади революции развернули выставку военной техники. Челябинцы смогли изучить технику военных лет и побывать внутри боевых машин. ГАЗ-69, 62-го года выпуска. Выпускали его после ГАЗ-67, как малый тягач. То есть для военных нужд. Потом передали уже в гражданские. Завершилось торжественное построение вокально-танцевальным номером. Для зрителей выступил народный артист России Дмитрий Певцов и творческие коллективы региона. Что День Победы значит для вас? Ну как же. То, что мы живые, то, что наши родители воевали. Отец с матерью. У неё мать работала, ветеран труда. У меня мать ветеран труда, ветеран войны. На этом праздничные мероприятия, посвященные 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, не закончились. Челябинцы почтили память своих героев и присоединились к всероссийской акции «Бессмертный полк». Всероссийская акция «Бессмертный полк» прошла в Челябинске в девятый раз. День Победы в Челябинске празднуется на протяжении целого дня. После Парада Победы, прошедшего на площади революции, по проспекту Ленина двинулась колонна всероссийской акции «Бессмертный полк». Мои предки воевали. Мы сейчас пойдём на «Бессмертный полк». У меня есть партия от моего деда, который был пулемётчиком по Сталинграду. Сопровождали шестые волонтёры, полиция и курсанты военного учебного центра «Юргу». Всего в акции приняли участие более 120 тысяч человек. Если честно, я первый раз принимаю участие в «Бессмертном полку». И я, наверное, удивлён именно организованностью данного шествия и количеством участников. Это достаточно масштабное событие, я считаю. Акция «Бессмертный полк» собрала вместе людей разных возрастов. И взрослые, и дети пришли, чтобы почтить память своих предков. Одними из участников стали Полина Шинкаренко и Светлана Фёдорова. Я считаю, что каждый из нас, у кого в семье служили во время Великой Отечественной войны, защищали нашу Родину, должны в этот день обязательно показать этих героев, благодаря которым мы живём в этом мире. Смирнов Иван Фёдорович, вооруженец Костромской области, был призван в ряды Первого Украинского фронта. Погиб, к сожалению, без вести пропал он за оборону города Тернополь 12 февраля 1944 года. Так и не дожидая победы. Также в акции приняли участие известные люди области. Глава региона Алексей Текстур с семьёй, мэр Челябинска Наталья Котова, председатель городской думы Андрей Шмидт и другие. На площади перед главным корпусом нашего университета состоялся масштабный флешмоб «Вальс Победы». В танце закружились порядка 200 пар из разных вузов города. Мурашки по коже и слёзы на глазах. Эпицентром именно таких чувств стала площадь перед главным корпусом Южноуральского государственного университета. О радости той самой победы 9 мая 1945 года челябинцам напомнили участники акции «Вальс Победы». Традиционный танцевальный флешмоб прошёл в седьмой раз. В этом году в «Вальсе» закружилось более 200 пар. Это такая трогательная акция, трогательное мероприятие. Это благодарность тому поколению, которое Победу извоевало. И то, что на «Вальс Победы» к нам стремятся и молодые люди, и девушки, говорят о том, что они помнят об этом, они ценят ту великую Победу, которая была 77 лет тому назад. И я уверен, что они будут достойны своих отцов, дедов и проявлений. Молодые девушки, которые танцуют вальс, они хорошо танцуют, они вселяют в тебе энергию. И это говорит о том, что после «Вальса Победы» ты чувствуешь себя моложе. Танцы приняли участие студенты всех институтов и высших школ ЮРГУ, а также учащиеся других учебных заведений города. Кто-то вальсировал во флешмобе впервые, а для кого-то исполнение уже стало доброй традицией. А ежегодная встреча с партнершей или партнером – трепетным ожиданием. Я танцую вальс уже второй год, я был участником еще в прошлом году. И мне оба года очень понравилось, потому что сам процесс подготовки, само выступление – это вообще незабываемые эмоции. Каждый год хочется повторить это. И каждый раз встречаешься с той же и с той же партнершей. И как бы, в общем, эти ощущения просто незабываемые, это не передать. Я считаю, что мы все сделали просто на 100%, и я горжусь своей партнершей, что мне так повезло. Каждый год вальс Победы по-своему особенен, если в 2021 году участники танцевали под живую музыку Челябинского высшего военного авиационного краснознаменного училища штурманов, то в 2022 году студенты запели сами. Именно живое исполнение песни «Мы за ценой не постоим» знаменитого советского поэта и композитора Булата Акуджавы стало изюминкой седьмого вальса Победы. Наш проект отличается от всех остальных тем, что у нас не участвуют в нем профессиональные танцоры, слаженные коллективы, станцованные пары. Вот эти ребята, которые обычные студенты или там выпускники, или еще кто-то, кого случайно судьба свела с нашим флешмобом, и они оказались среди наших участников. Они встретились три недели назад абсолютно рандомным способом, встали в пары, познакомились, и мы с ними научились танцевать вальс. Вот этот апогей наших трехнедельных репетиций, который происходит в день выступления, особенно очаровательен тем, как обычные ребята, которые три недели назад абсолютно не умели танцевать вальс, сегодня выходят гордо с поднятой головой, со слезами на глазах и танцуют, как настоящие артисты, вкладывая всю душу до последнего. На протяжении четырех недель волонтеры акции усердно разучивали и репетировали вальс. За это время ребята стали сплоченной командой и, более того, настоящими артистами. Меня потрясает то, как здорово ребята смогли выступить, несмотря на погодные условия, на холод, на ветер. Они выступили потрясающе и смогли подать эмоцию, и меня как зрителя тронуло. Такие мероприятия нужны для того, чтобы почтить память, для того, чтобы попробовать быть причастным к тем важным вещам, которые происходили в нашем прошлом. На удивление всех, погода в День танца действительно решила проверить ребят-участников и зрителей на прочность. Но нежданный майский холод лишь укрепил и показал силу духа выступающих. По словам самих участников, ради танца и эмоций зрителей нужно выстоять до конца. На сегодня это все новости. Берегите себя и будьте здоровы. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok